История The Immortal World Tour История The Immortal World Tour 18 международных коллективов на сегодняшний день представляют продукцию знаменитого цирка. В шоу о Джексоне упор в большей степени сделан на стилистику концерта. А некоторые пользователи интернета сразу поймут, что в российской версии и в казанской были представлены не все номера, как, например, были в США. На лондонской премьере также были другие моменты. Существуют, например, американские арены и европейские, которые меньше по техническим параметрам. А посему не все номера были увидены. Но остается неизменная атмосфера. И люди в разные годы окружающие короля поп-сцены, как, например, бэк-вокалист Джексона Фред Уайт. Он был человеком невероятно тижим и спокойным. Кто-то говорит про него, что он перфекционист. Но я бы сказала скорее так, что у него был определенный стандарт. И на компромиссы относительно этого стандарта в пользу чьих-то возможностей, чьих-то способностей он идти был не готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы двигаемся, мы переезжаем с места на место. Люди получают новый опыт. Люди знают что-то новое. Энергия меняется. Поэтому, безусловно, это постоянно меняющийся организм сам по себе. Вокруг этого мощного аудиовизуального продукта или фабрики, как называют себя порой члены цирка Дюссалей, есть один важный элемент. Это голос Майкла Джексона. Поэтому мы сначала отправимся к человеку, который отвечает за голос поп-кумира. Голос Джексона хранится на этих компьютерах в 32-х песнях, которые, кстати, отбирались и визировались семьей певца. Мастер по сведению звука Грег Рулл признался, что открыл для себя много нового в мире. Голос Джексона, его звуковые эффекты, притоптывание ногой или голосовые вибрации. Технологии, они не стоят на месте. То, что Майкл делал в студии, это действительно было верхом совершенства на тот момент. И с учетом тех ресурсов... Майкл делал в студии, это действительно было верхней певцы. Цирк Дю Салей появится опять в Казани уже через 4 месяца и даст старт культурной программе универсиады. Шоу «Алегрия», которое увидели уже 10 миллионов зрителей по всему миру. Дмитрий Пивоваров, Толгат Бегимов, телеканал «Эфир».